Смотрите сегодня в выпуске. Поле для творчества. Пришли тюменцы и они научили работать. Как наши предприниматели экономику Тугулыма поднимают. Открытый путь. Вечерний час пик скорость транспортных средств увеличится на 33%. Какие развязки помогут разгрузить город от пробок уже этой осенью. Не ждали, а он пришел. Там какая-то собака огромная. Она говорит, да нет, это человек. Я говорю, нет, это не человек. Хищный гость заставил жителей садового общества Тюмени запереться в домах. О событиях, явлениях и людях. Точнее, в ближайшие полчаса. Я Александр Семенюта, здравствуйте. Завершилась шестая межрегиональная выставка АПК в Ханты-Мансийске. Хозяева гастрономической экспозиции удивляли местным колоритом, а гости, в их числе и тюменская делегация, ассортиментом товаров, которыми удалось заместить импортные продукты. 26 компаний региона привезли особым способом ферментированный иван-чай, иутровский аналог хамона и 12 видов сыра, среди которых моцарелла. Одна из задач встречи объединить интересы производителей, оптовиков и торговых сетей. Большая работа организационная, потому что нужно от чего-то отказаться, поставить в эту цепочку что-то новое. И не всегда это очень просто сделать. Потому что там тоже законы рынка, которые действуют. И нужно сделать таким образом, чтобы эти законы рынка не нарушили. Поэтому процесс этот идет. Идет не так быстро, как нам хотелось бы. Но я думаю, что рано или поздно это все равно произойдет. К 2017 году объем поставок тюменских овощей на север должен увеличиться вдвое. Сейчас этим занялись и ученые. Университет Северного Зауралия представил новую разработку повышения холодостойкости теплолюбивых культур. Она не имеет аналогов в мире и скоро может заработать на предприятиях Большой Тюменской области. Знают о тюменских аграриях не понаслышке и в соседней Свердловской области. Ведь наши предприниматели давно там успешно возделывают поля. О непаханных угодьях Тугулыма бизнесмены узнали еще в 90-х годах. Теперь собирают урожай. Все увидела Ирина Акопян. Я общаюсь с полем, здоровый с полем. Николай Парыкин хозяин в этих тугулымских полях. Сам он вырос в Викуловском районе Тюменской области. И с детства мечтал стать председателем колхоза. И стал в свои 25 лет. Но затем колхозы развалились. В 90-х решил работать на себя. Но земли в нашем регионе быстро разобрали в частные руки. Поэтому на удачу поехал в соседнюю область. Проезжая Свердловскую область, 30 километров от Тюмени, я увидел более 6000 гектар заброшенной земли. Изначально предприниматель начинал выращивать картофель всего лишь на 10 гектарах. Но сегодня тюменский бизнесмен основательно врос корнями в тугулымскую землю. Он обрабатывает 6000 гектаров земли, на которой растет весь борщевой набор и даже зерновые. В Тугулыме 4 крупных тюменских сельхозпредпринимателя. Из 10 тысяч гектаров в округе осваивают 8. Хотя в перестройку городским здесь относились осторожно. Как оказалось, зря. Вот пришли тюменцы и они научили работать и в Свердловской области. Как надо выращивать лучше, чем у нас. Картошку не выращивают нигде. Марина Губина тоже сторожил в тугулымской бизнесфере. В 90-х она с супругом приобрела дачный участок. И оказалось, что в поселке невозможно купить даже продукты первой необходимости. Предприимчивая женщина превратила этот минус себе в плюс, взяв в аренду старый магазин. Ну, когда заходила я сюда, конечно, конкуренции практически я для себя никакой не испытала. Потому что магазинов было мало. И даже которые магазины существовали, ассортимент был достаточно очень маленький. Сегодня у Марины Губиной две крупных торговых точки в собственности. Она снабжает поселок и продуктами, и мебелью, и бытовой техникой. Конкурентов сейчас больше. В тугулым заходят и крупные продуктовые сети. Но от этого клиентов у Тюменки меньше не становится. Здесь она своя. У нас проходят месячники пенсионеров по Свердловской области. Они обязательно участвуют в этом. То есть они делают скидки на товар до 20%. Далее они организовывают чайные столы. Кстати, оба предпринимателя хоть и проводят трудовые будни. И платят налоги в Свердловской области, но от тюменской прописки так и не отказались. Ирина Копян, Алексей Красных. Тюменское время. И во все времена Тюмень кормила север. Вот и завтра, 29 августа, в Сургуте снова откроется традиционная продовольственная ярмарка. Организаторы пообещали, что овощи, мясо, мед и дикоросы станут не просто эксклюзивным товаром, но и доступным по цене. Мы ставили такую задачу, чтобы была проведена предварительная работа. Если у нас, допустим, в торговых сетях такая же продукция есть по цене ниже, но есть ли целесообразность приезжать и предлагать ту продукцию, которая уже есть на наших прилавках. Добавлю, подобные ярмарки пройдут в Сургуте еще 5 и 12 сентября. Далее обзор событий о готовности тюменских школ к новому учебному сезону. Коротко, мои коллеги. Почти 10 тысяч первоклассников пойдут в тюменские школы в этом учебном году. На 99% они готовы к учебе благодаря хорошей работе воспитателей в детских садах. С таким докладом выступил на педагогическом совете директор департамента образования Андрей Степанов. Также он отметил, что тюменские школы улучшили качество подготовки учеников к ЕГЭ. До 25 человек увеличилось количество ребят, набравших 100 баллов. Это выпускники школ 7, 17, 40, 57, 61, 88. Тюменские кондукторы дали жару. 8 работниц по ТП-2 представили себя во всей красе на конкурсе профмастерства. Оказывается, они не только могут обилетить, но если что, еще и спеть, и торт испечь. Конкурсантки признаются, свою работу любят, особенно общаться с пенсионерами. Они отзывчивые, всегда их называют бабушки, дедушки, мои хорошие, милые, устали. То есть где-то, допустим, словом добрым, где-то яблочком угостят. То есть вообще вот нас весело в автобусе. Жюри проверило знания кондукторов, например, правила проезда опекуна ребенка-инвалида. Победительницей конкурса стала Анжела Матонине. В детстве она мечтала быть проводницей. У тюменцев щедрая душа и хорошая память. В этом убедились сотрудники музейного комплекса имени Славцова. В рамках акции, посвященной Великой Отечественной, горожане принесли в музей Городская дума более 280 предметов. Одни связаны с фронтом, другие с тылом, а третьи с эвакуацией в Тюмень детей Ленинграда. Этот уникальный снимок сделан летом 1943-го. На нем воспитанники Антипинского детского дома Нижне-Тавдинского района. Еще один редчайший предмет войны – миниатюрный солдатский блокнот с песнями. Который написал неизвестный тюменский воин, который находился на излечении совершенно в другом городе. И передали его родственники медицинской сестры, у которой как раз лечился этот человек. Блокнот в Тюмень прилетел из Читы. Сейчас его можно увидеть на выставке «Тюмень. Война. Великая победа». Когда уйдет из города деревня? Этот вопрос в Тюмени пытаются решить с 2008 года. Тогда была утверждена программа развития 11 территорий города. Отбивают охоту возводить новые дома у застройщиков владельцы ветхого жилья, заламывая цены. Так проекты становятся экономически невыгодными. Возможно, проблема решится и благодаря первичной цене за участок, которая выставляется на аукционе. Формула расчета теперь стала проще. Это 10 территорий на территории города Тюмени. По ним уже в ближайшем будущем будет принято решение проведения аукциона. И цена будет уже почти по новой методике. То есть она будет существенно снижена. Вот этот основной шаг, который мы со своей стороны видели, и областные структуры нас услышали, и мы это реализовали. Застройщиков, архитекторов и власти волнует тема и освоение окраин. Например, на лесобазе по улице Камчатской до сих пор остаются неблагоустроенными дворовые территории. Уже в готовых микрорайонах. А все потому, что когда-то жильцы переоформили земли без промежуточных дорог. И сейчас они в общедалевой собственности. Эта ситуация показала, что вопросы о принадлежности территории необходимо решать застройщикам и чиновникам совместно еще до проведения аукционов. В городе сейчас завершается сезон благоустройства дворов. Только в Калининском округе реконструируют 16 объектов за лето. На каждом устанавливают малые архитектурные формы, дополнительное освещение, высаживают новые деревья, кустарники и ремонтируют дороги. К сожалению, вандалы есть, которые ломают, разрушают все. Проблема действительно существует. Хотелось бы, чтобы все-таки жители, когда для них все это делается, более активно участвовали в сохранении данного имущества. Работы кипят и на городских магистралях. Уже к концу осени новые мосты и развязки частично освободят улицы от пробок. Дороги в Тюмени появятся там, где они необходимы. Но тюменцы об этом даже и не мечтали. По новым маршрутам прогулялась Анастасия Макеева. Работы на Первомайской идут полным ходом. Участок дороги протяженностью 400 метров возводят с нуля. Это была тупиковая улица у нас до этого года. То есть мы ее пробьем, тем самым обеспечим движение транспорта по улице Первомайской сразу в обход улицы Дзержинского с выходом на улицу Осипенко. И далее мы уже подходим, получается, к объекту строительства. Это мост через реку Туров. И с выходом на вторую луговую, где уже вместо кольца строители оборудуют перекресток. Новый участок дороги в комплексе позволит разгрузить центр города в пиковые часы. Математическое тому доказательство – компьютерная модель дорожного движения. Такие составляют практически перед каждой крупной дорожной переделкой. Этот участок по генплану планируется закрывать движение и организовывать движение по улице Первомайской. Вот этот участок сейчас строится. На службе теменских специалистов из Института транспорта немецкая программа. Она учитывает ширину полос вплоть до сантиметров, режим работы светофоров, а также интенсивность и направление движения. На основе цифровых данных создается исходная модель, а затем внедряются новые условия и рассчитывается результат. По улице Первомайской, которая сейчас идет в реконструкцию, было рассмотрено 8 вариантов организации дорожного движения. И выбран вариант, по которому в вечернее время, в вечерний час пик, скорость транспортных средств увеличится на 33%, а время в пути снизится на 28%. Значительный эффект будет и от развязки возле ДК «Железнодорожник». Пропускная способность автомобиля увеличится на 70%, скорость на 72%. Центральную, а заодно и восточную часть города разгрузит новый мост в районе улицы Дамбовской. Происходит стыковка с другим берегом, со стороны лесобазы, пролетным строением, последние блоки, то есть стыковочные, устанавливаются. Идет работа одновременно на двух подходах, насыпи к мосту. Главная сложность в переустройстве коммуникаций, но даже это не должно помешать запустить рабочие движения по новому объекту уже этой осенью. Новый мост будет четырехполосным. Его запроектировали на эксплуатацию в течение 100 лет. И это с учетом новых норм нагрузки. Так что он без проблем выдержит грузовые автомобили массой 100 тонн. Анастасия Макеева, Владимир Кондратьев, Алексей Красных, Сергей Мякишев. Тюменское время. А вот на каких тюменских улицах в эти выходные будут идти дорожные работы, подскажет наша рубрика «Теленавигатор». Итак, асфальтирование начнется на улице Валерии Игнаровской. Техника будет работать от Мельникайте до проезда 9 мая. Такая же картина на монтажников от 30 лет победы до Широтной. Дорожные работы идут и на ветеранов труда, поэтому участок от Ватутина до Щербакова лучше объезжать. Стоит исключить из маршрута и улицу Магнитогорскую, потому что от Московского тракта до Парковой идет замена дорожного полотна. Сверяйтесь с нашим теленавигатором и не теряйте время в пути. Сегодня, 28 августа, православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. В ее честь в селе Успенка построен храм, который за последнее время преобразился до неузнаваемости. Во многом благодаря прихожанам. Да и само село теперь не узнать. Все покажет Наталья Жукова. Главная достопримечательность этого села – церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. На своем веку храм повидал немало. В советское время здание использовали подсклад, клуб и даже музей сельхозтехники. Несколько лет назад здесь снова зазвучала молитва. Храм преобразился. Прихожанам становится за последнее время гораздо больше. Это связано в связи с тем, что нам назначили на постоянной основе настоятеля протеерия Вячеслава Горшкова. Сейчас об Успенке знают далеко за ее пределами. Во многом благодаря вот этой иконе, которые обращаются с мольбами о продолжении рода. Одна из редких икон – помощница в родах. У нас постоянно проходят молебны в воскресные дни, в 14.00, когда приезжают со всей нашей области, чтобы как раз помолиться тех, у кого трудности с детьми. В самой Успенке рождаемость давно превышает смертность. Местные признаются – жить в селе интересно. Вот и спорткомплекс в учебный год загружен по полной. Занимаются все виды играми у нас, в принципе, действуют. Футбол, волейбол, баскетбол, городки, хоккей. Пока идет ремонт в складчину. Местные предприниматели помогли администрации стройматериалами. А тренеры взялись за кисти и краски. Уже готова раздевалка для хоккеистов. Окошки нет, ставили окно, покрасили, побелили. А эти свежие стены ждут новых жильцов. В Успенке работают программы улучшения жилищных условий и переселения из ветхого жилья. В 2014 году обладателями новых квадратных метров уже стали 13 семей. Будут переселены 28 семей из ветхого жилья. На данном этапе уже ведется благоустройство территории и заканчивается внутренняя отделка. Еще одна радость селян – дорога. Ее ремонта ждали давно. В этом году появится 1600 метров нового дорожного полотна. Полностью будет ремонт дороги. Здесь водоотведение будет произведено, новые площадочки будут построены, остановочные комплексы будут. Жители деревни Малиновки, которая входит в Успенское муниципальное образование, уже получили свои 900 асфальтированных метров. У нас раньше любимая обувь – это галоши, сапоги по щиколотку. А сейчас хоть в туфлях можно. На носу у селян испытания новой сушилки градообразующего предприятия «Успенская». Да, сушилку дано уже надо было. Потому что и для получения качественных семян, и для увеличения производительности комплекса. А трудиться жители Успенки всегда умели. И это их черта – залог процветания села. Наталья Жукова, Сергей Мякишев, Тюменское время. А вот благодаря крылатым труженикам из Башкирии мы зимой от простуд спасаемся. Найти именно свой бочонок полезных природных даров сможет каждый. Ведь ярмарка меда, которая проходит в Тюмени, снова предлагает изобилие сортов. Когда Тюменка Майя Соловых узнала о том, что в ДК «Шелезнодорожник» открылась медовая ярмарка, сразу пришла, чтобы пополнить запасы на зиму. Мы берем мед. Здесь уже не первый год. Года три, наверное, как вот эта была реклама пошла. Так вот мы пользуемся медом. Берем меда килограмм по пять и съедаем. Несмотря на то, что в семье нас всего двое. И весь этот мед. Но берем мед разный. Мед майский, с прополисом, акациевым, гречишным. Всего представлено более 30 видов свежего урожая меда, каждый из которых можно бесплатно продегустировать. Например, мед дикой брузянской пчелы. Мед диких пчел является одним из самых полезных сортов меда. В нем содержится весь комплекс витаминов, микро-макроэлементов. Также очень полезный мед – мед с пергой. Мед не теряет полезных свойств даже при длительном хранении, а значит, его можно купить впрок. Также на выставке представлены вкусные и полезные конфитюры из цельных фруктов и ягод, душистое домашнее подсолнечное масло, свежая азовская халва и продукты пчеловодства. Конфитюр – это ягоды, бланшированные на пару в собственном соку, без добавления сахара. Загуститель – натуральный яблочный пектин. Конфитюра у нас представлено более 25 сортов. Выставка меда и конфитюра от пасеки Монастырской продлится до 6 сентября в ДК «Железнодорожник». При покупке одного килограмма меда – килограмм майского в подарок. Ирина Канева, Карина Закирьянова, Роман Чинахов, Тюменское время. А вот такому любителю меда на ярмарке вряд ли были бы рады. По одному из садовых обществ Тюмени прогулялся опасный хищник. Жители были вынуждены запереться в своих домах, а наутро обнаружили следы косолапого прямо на участке. Что привело семью медведей прямо на даче, выяснила Карина Закирьянова. Вера Кампан теперь самая популярная дачница в садовом обществе «Незабудка». Ведь ей довелось повстречать медведя недалеко от своего участка. Вечером сидели со знакомой, она с первой улицы. Мы только на первую улицу завернули. Я говорю, там какая-то собака огромная. Она говорит, да нет, это человек. Я говорю, нет, это не человек. Я его видела со спины, он два раза как скачнул. Ну, такой мохнатый, черный. Шерсть я хорошо видела. А уже наутро выяснилось, что косолапый заходил на территорию общества. Разворошил мусорные баки и даже забрался на огород к Ольге Калининой. Дачница специально не убирает следы на грядке. Ну, я днем где-то, да, в ягоды полезла, и там следы. Думала, что дети вытоптали мне все там. Бегали там, оказывается, медведь ходил. Уже следы сама увидела потом. Потом дачники стали находить клочки бурой шерсти, новые следы на дорогах. А когда на всех домах появились объявления об опасном гости из леса, садоводы вели комендантский час. Страшно. Мы уже вечером никуда не выходим. Это первый случай, когда медведь подходит так близко к Тюмени. Садовое общество находится на 22-м километре Салаирского тракта. Его жители обратились в охоту правления. Специалисты ведомства в тот же день прибыли на место. Так что медведь никому не успел причинить вреда. В субботу охотоведы отстреляли медведя двухгодовало, поскольку он дес угрозу жизни. Люди, которые на сегодняшний день ходят за грибами, там несколько раз пугали. И в субботу был произведен отстрел. Но дачники все равно неспокойны. Они уверены, медведь приходил не один. Оказалось, их опасения не напрасны. Я разговаривал с охотоведами. Да, ходит еще самка и ходит с медвежонком. Маленькие следы у медвежоночка. То есть это медвежонок нынешнего года, а тот, может быть, прошлого года. Причина выхода медведей к дачам проста. Близость свала, где полно пищевых отходов. И хотя в лесу провианта достаточно, косолапому проще залезть в мусорный бак. Поэтому садоводов просят либо закапывать испорченные продукты, либо увозить в город. В одном из последних номеров газеты «Охота и рыбалка» напечатана статья. Что делать при нападении медведя. Всю ее вам зачитывать я, конечно, не буду, но пару-тройку советов процитирую. Первый. Ни в коем случае нельзя смотреть медведю в глаза. Он это расценит как угрозу. Во-вторых, нельзя кричать. Нужно разговаривать спокойным, низким голосом. И вообще делать вид, что он вас не интересует. Но, честно, я не знаю, насколько это возможно, когда рядом с тобой такой зверь. Пожалуй, это ни у одного актера не получится. Поэтому встречи с таким животным лучше избежать. Карина Загирьянова, Евгений Доценко, Роман Чинахов. Тюменское время. Тобольская детвора проводила лето по-спортивному. Соревнования устроили на территории школы номер 5. Победителей лично поздравлял Анатолий Карпов. Депутат Государственной Думы и организатор всероссийской акции «Лес Победы». Вместе с детьми в память о невернувшемся с войны табаляке он посадил на школьном дворе сосну. А после провел сеанс одновременной игры в шахматы. От желающих принять в ней участие, как всегда, не было отбоя. За шесть визитов в город-чемпион мира смог заинтересовать интеллектуальным видом спорта около 300 человек. Несколько ребят играет не первый раз со мной. Есть способные, да, надо поддержать их. Но мы все делаем для этого. И у нас большая сеть шахматных соревнований. Вот ребята выезжают за пределы Тюменской области. Несколько воспитанников шахматной школы Карпова, открытые недавно в Тобольске, сыграли с чемпионом. И на площадке «Тобольск меняется к лучшему». У «Жемчужной Сибири» знаменитого гостя познакомили с достижениями и историей города. Предстоящие выходные в Тюмени тоже окажутся по-настоящему спортивными. За городом раздаст царев моторов, а на стадионах вновь крики болельщиков. Скучно не будет и любителям спокойного отдыха. Подробнее Дарья Власова. В завершении такого прохладного лета хочется оказаться где-нибудь в тепле. Например, в Крыму. Что ж, можно туда и отправиться. Ведь известно, что искусство позволяет побывать в разных уголках планеты, не покидая родного города. В своих работах художник Александр Максименко изобразил родину Тарханкут. Это красивейший мыс на западе Черноморского полуострова. Работы мастера были представлены в Польше, Германии, Голландии и Канаде. Теперь 15 морских пейзажей смогут увидеть и тюменцы. Выставка художника открылась в областной библиотеке. Грязь без пути и преодоление себя. Покорять препятствия можно не только на внедорожниках, но даже на мотоциклах. Спортсмены подтвердят это в субботу. В Кулигопарке пройдут соревнования по эндуро. Эта гонка объединит спортсменов со всего Урала. Им предстоит проехать 5-километровую трассу, покорив десятки препятствий. Например, большие бревна, грязь, спуски и подъемы. Спортивное погружение в эту субботу каждый сможет почувствовать себя футболистом. На верхнем поле стадиона «Геолог» пройдет праздник для всех болельщиков. Здесь состоится день футбола. В программе экскурсии по стадиону, конкурсы и игры. Также профессиональные спортсмены проведут мастер-классы, что может оказаться полезным и для юных гостей. Ведь кроме развлечений, ребята с 2005 по 2009 годы рождения смогут попробовать свои силы и поучаствовать в смотре футбольной школы областного клуба. В воскресенье, как и суббота, окажется интересным для футбольных болельщиков. ФК «Тюмень» встретится с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга. В новом сезоне футбольной национальной лиги команды уже сыграли по 8 матчей. По их итогам сибиряки на 14-м месте, тогда как петербуржские спортсмены на 9-м. Но дома, как говорится, и стены помогают. На этом у меня все. Ярких вам встреч, выходных и незабываемых впечатлений. Дарья Власова, Сергей Мякишев. «Тюменское время». На сегодня у нас все. Занятных вам выходных и только хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин